Ну, собственно, договорённости были достигнуты в Швейцарии, действительно, существует вероятность того, что Иран со своей стороны существенным образом сократит, почти свернёт свою ядерную программу, а в обмен на это Соединённые Штаты и их западные союзники снимут с Ирана санкции, в том числе санкции, которые существенным образом ограничивали экспорт нефти. Означает ли это, ну вот то, что тут же обвалятся цены на нефть, потому что Иран этой самой своей нефтью завалит рынок? Ну, это не совсем так, потому что Иран не сможет этого сделать сразу. Во-первых, ещё месяца три понадобится на то, чтобы финализировать эти договорённости, это первое. Во-вторых, за годы эмбарго, за годы санкций иранская нефтяная промышленность очень отстала. Нужно время для того, чтобы возобновить производство вот в этих масштабах, там примерно 2,5-3 миллиарда миллиона, простите, баррелей. Я хочу уточнить, что биржи отреагировали буквально за первые несколько часов. За три часа цена на нефть несущественно может быть не так, как бы нам хотелось, но уже снизилась. Это правда, но я к чему говорю, что вот до того, как были введены санкции, до того, как Иран стал сокращать своё нефтяное производство, уровень добычи был там примерно 2,5-3 миллиона баррелей в сутки. Сейчас только миллион. Для того, чтобы вернуться к прежнему уровню, нужно расконсервировать законсервированные скважины, нужно реанимировать некоторые скважины, нужно срочно внедрять всякие передовые технологии и прочее, прочее, прочее. Но, с другой стороны, у Ирана есть почти 40 миллионов баррелей своих запасов. И, условно говоря, в течение ближайших месяцев, 2,5 месяца, даже если Иран будет по полмиллиона баррелей продавать в сутки, то, по сути дела, на 25% каждый раз будет повышаться количество нефти, которое поступает на рынок сверхспроса. Вот сейчас спрос на мировом рынке примерно превышает предложение на полтора миллиона баррелей, а будет на два. И, конечно же, это будет означать, что давление на нефтяные цены будет колоссальное. К тому же, Иран будет продавать, конечно же, с большим дисконком, потому что ему надо вернуть на... То есть, со скидкой. Ему надо вернуться на рынки, завоевать новых клиентов, потому что старые не перебегут к нему вот так вот, в том числе и российские. Ну, в общем, будет интересно.